Шестидневка для чиновников. Теперь районы администрации работают по субботам, чтобы успевать получать больше информации о проблемах города от людей и консультировать по нужным вопросам. Как попасть на такой прием, выясняла Екатерина Лукашенко. Суббота. В администрации Октябрьского района приемный день. С самого утра сюда приходят люди с насущными вопросами. Сегодня специалисты консультируют гаражам по предоставлению субсидий и льгот на оплату ЖКХ. Без очереди и суеты люди попадают на прием. У нас многодетная семья, как бы некогда. Будние дни там. Садик, дача, все такое. В выходной, конечно, удобно. Выбрала время. Пришла проконсультироваться по поводу субсидий многодетной семьи. Девушки, консультанты мне объяснили, что, куда обращаться по поводу всех этих льгот. Какие документы надо. На шестидневку своих подчиненных перевел глава города Эдхам Акбулатов. После того, как ему пожаловались красноярцы, попасть на прием в будни сложно. А отпрашиваться с работы или брать выходной, чтобы получить ответы на несколько вопросов, проблематично. Поэтому теперь в районных администрациях субботы считаются официально рабочими. Удобно очень. В рабочее время бывает не получается. В субботу удобно. В принципе, дали информацию. Вот заявление заполнить. Я дома знакомлюсь, заполнил. А потом уже приду на прием конкретный. По новому графику районные администрации работают уже месяц. Каждую субботу специалисты отвечают на новые вопросы и помогают решать актуальные проблемы. Взяли, естественно, самые актуальные темы. Это ЖКХ, это дошкольное образование, устройство детей в детские сады, да, то, что у нас пользуется большой популярностью. Это взаимодействие с управляющими компаниями, это гаражи и подвалы. То есть то, что больше всего волнует жителей и с чем они чаще всего обращаются в администрацию. Пока в проект «Рабочие субботы» включены только администрации. Но в будущем так заработают и другие городские учреждения. Ознакомиться с графиком приема можно на сайте администрации города. В следующую субботу красноярцам расскажут об оформлении прав собственности на гаражи и овощехранилище. Екатерина Лукашенко, Алексей Овсянников, Новости ТВК.